Мы с вами находимся на Покровской улице, в доме, где прошли детские и юношеские годы Марка Шагала. Родился Шагал в совсем другом доме, за Смоленском рынке, за Смоленскими рынком. Родился 7 июля 1887 года, но тот дом, к сожалению, не сохранился до настоящего времени. Сюда, на этот участок, родители Шагала переехали в 1900 году. И здесь, на этом участке, у семьи было 4 дома. Один каменный, в котором мы с вами находимся, и три деревянных, которые, опять же, к сожалению, не сохранились. Но вот свои самые первые рисунки Шагал начал рисовать именно в этом доме. Именно отсюда началось его творчество. Дом начинался с лавки, вот в которой мы сейчас с вами находимся. Почему с лавки? Потому что отец ушагал всю жизнь, работал грузчиком в лавке купца, всю жизнь перекатывал бочки с селедкой. И мама, чтобы поддержать семью, открыла при доме вот такую небольшую бокалейную лавочку. Таких лавочек тогда было очень много в Витебске, вот в таких одноэтажных небольших домах. Бокалейные товары стояли вот здесь на полочках, но кроме них еще была и бочка с селедкой, как у нас вот здесь. К сожалению, селедка не сохранилась до настоящего времени, поэтому мы не можем вас угостить. Но вечером, когда дети шли ужинать, каждый подходил, брал по селедке и шли ужинать. После лавки следовала комната для мальчиков, в которой мы с вами находимся. В семье было 8 детей, 6 девочек, 2 мальчика. У мальчиков была своя собственная комната. В этой комнате были голубые обои, паутина под потолком, которую мы никак не можем восстановить. Женщины меня поймут почему. И только одна кровать на двоих. Кровать стояла вот здесь в углу. И на этой кровати Мак Шагал и его брат Давид спали валетом вдвоем на одной кровати. Здесь в экспозиции можете видеть фотографии семьи Шагала. Мы с вами находимся в столовой. Когда-то здесь в центре стоял большой квадратный стол. Вся семья собиралась вечером за ужином. Каждый ребенок со своей селедкой. Каждый вечер за ужином мать читала молитву. Но отец засыпал всегда на одном и том же месте. Он очень уставал. Руки у него всегда пахли селедкой. Но в карманах были какие-то сладости для детей. И вот на самом раннем рисунке Мак Шагала мы как раз можем видеть сцену, как мама будет папу после ужина. То есть это действительно был реальный исторический фактор. Мы с вами находимся в помещении, в котором когда-то было 2 комнаты. Комната родителей и комната для девочек. Но, к сожалению, никаких архивных сведений не сохранилось. Поэтому мы сделали одну большую мемориальную комнату. Так пожелали внучки Шагала. Здесь на этих стендах вы можете видеть фотографии, касающиеся биографии марка Шагала. Замечательный портрет художника, который был сделан в Берлине. Здесь Шагало 35 лет, был вот такой красивый молодой человек. Кухня была самым теплым местом в доме, поэтому здесь всегда стояла детская кроватка. И когда Шагало выгонялись с того места возле окна, в его комнате, где он там все пачкал красками, Шагал тогда приходил сюда, садился на печку и рисовал, сидя на печке. Это была мастерская номер 2. И, безусловно, кроме домика Шагала у нас есть уникальная коллекция графики художника, работы, которые подарили нам дочь Шагала, внуки Шагала и различные частные лица, в частности, доктор Генрих Мандель из Германии, который всю свою жизнь посвятил собиранию работ марка Шагала и библиотеке о его творчестве. Уникальность коллекции графики Шагала в арт-центре Шагала в Витебске в том, что здесь мы можем увидеть и самые ранние графические работы марка Шагала и последнюю графическую работу, которую марк Шагал сделал в своей жизни в марте 1985 года. Называется «На канону миру». И на этой работе Шагал изображает самого себя. Он сидит перед мольбертом, за его спиной крылья, над ним витает ангел. То есть он как бы готов к переходу его на мир. Вот эта самая последняя графическая работа марка Шагала имеется в нашей коллекции. Витебск является родиной марка Шагала. Есть документальное свидетельство того, что Шагал действительно родился в Витебске. Родился он 7 июля 1887 года. И, конечно, именно из Витебска началось творчество марка Шагала. Именно поэтому Витебск является меккой для всех поклонников его творчества. Люди сюда едут, люди хотят увидеть родину Шагала, место, откуда начались истоки. Шагал жил в Витебске до 1920 года. И, конечно, за это время он создал очень много работ, и графических, и живописных работ. Эти работы больше всего ценятся в художественном мире. Они являются самыми дорогими. И большая часть ранних работ находится в коллекции наследников марка Шагала. И иногда их несколько раз привозили нам сюда на экспонирование внучки марки Шагала. Шагал был единственным художником во всем мире, который настолько любил свой город, что изображал его почти в каждой своей работе. Поэтому, конечно, мы везде, почти на каждой работе раннего периода, видим небольшие такие деревянные домики, каких тогда было очень много в городе Витебске. Видим прохожих, видим соседей марка Шагала, видим все то, что его окружает. Этот город питал его творчество всю жизнь. Приглашаем всех любителей искусства посетить дом Музея Марка Шагала, откуда началось его творчество, и арт-галерею художника, где вы своими глазами увидите коллекцию графики его работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»